И они все в надежде, что она им даст. А я смотрю на нее, она вся такая лохматая. И в общем-то совершенно неебабельная. В рамках нашего законодательства сейчас на бутылках можно писать все, что угодно. Я предлагаю нам сейчас выпить коньяк, которому два года. Никогда не думала, что это скажу. Это как-то обидно, между прочим. За что? Задержал. Задержал. От удовольствия. Покупаете слово коньяк, где слово коньяк написано латиницей. А вот это слово, оно вот как апофеоз, оно вмещает в себя все. Ебабельно или не ебабельно? Да, это ужасно. Мы будем честными с тобой по отношению к нашим подписчикам и тем, кто смотрит. И сразу говорим, что перед этим роликом мы уже бухнули и попробовали вот эти как-то бели. Потом мы взяли полуторачасовую паузу, походили с собаком погуляли, или с собакой, не знаю, кошку тоже. Перекусили и поставили закуску на стол. И я был в метро накануне, хотел купить некого алкоголя. И купил коктебель. Почему? Потому что на слуху этот бренд у всех, у многих. И я купил вот этот коньяк еще. Почему купил? Потому что дерзостью своей маркетолога меня поразили. Прочитай контр-этикетку, вообще супер. А я пока оператору покажу бутылочку. Коньяк для консерваторов? Нет. Он для крутых и современных молодых людей. А мы уже об этом говорили. Ну, читай дальше, что там написано. О, тут по-английски. Наш коньяк... По-русски. Yes, it's absolutely true. То есть, да, это абсолютно правда. Наш коньяк выдержан не менее 7 лет. Обладает приятным ванильным букетом и мягким вкусом. Наш коньяк современный, а значит, его можно добавить и в коктейли тоже. Наша татуировка на бутылке сделана специально для вас, европейским дизайнером. Татуировка? Извините, но тут, наверное, дебилы. Татуировка наносится на человека. На бутылку татуировки не наносят. А где татуировка? Ну, на просвете, видишь, там рисунок. Это они считают татуировкой. А-а-а. Ну, ну что? Ребят, ну вы прогуглите, что такое татуировка. Мы считаем, что знакомиться с нашим продуктом никогда не поздно. Ну, 18 плюс тут написано. Комплимент. К состав. Читать? Давай. Конечно, дистиллятор, выдержанную не менее 7 лет. Вода питьевая умягченная, сахарный сироп, краситель, колер сахарный, простой. Тут еще что-то интересное представить. Место происхождения Армения, год урожая... А, винограды. Место происхождения винограда. Армения, год урожая 2014, сорт РКЦИТЕЛИ КАНГУН. А там тоже так. Ну, а сделали его где? Там кафет. А сделали его... Адрес Россия, Московская область, город Красногорск, поселок Ильинское Усово. Красногорск, это где живет Игорь Цапин, с которым снимали ролики о Бурбоне. Кстати, ролики о Бурбоне, посмотрите, вот супер. Деревянная. То. Вот это вот. Понимаешь, а это в анекдоте, да? Ты уже тупая, как вот эта паскак. Кто-то стучит, я пойду. Сиди дуры, я сам вас говорю. Итак, давай открывай. Знаешь, самый прикол. Здесь 5 лет, здесь 7 лет. Разница в цене. Нет разницы в цене. А разве они имели право это писать? В рамках нашего законодательства сейчас на бутылках можно писать все, что угодно. Нет, ну она такая, прям стильненькая. Стильная, красивая, бутылка хорошая, бутылка мне понравилась, мне понравился вот этот текст. Мне все в этом коньяке понравилось и цена. Я думаю, что не купить, потому что брендов сейчас коньяков пруде даже иногда. А что такое Лост Каспо вообще? Последний? Потерянный замок. А, Каспо. Каспо, ну замок, потерянный замок, замок, который они потеряли. Не знаю, ты что, закрыла, все? Все, спасибо. Все свободны. Я наливаю, да? Я наливаю. Я наливаю, в бокал наливаю. Тарада шальная прошла мимо нас. Он не так тянется. Куда он тянется? У меня 5 лет, да? Тянется обычно изделие номер 2. Прервется. Откуда ты знаешь? Да я все знаю. Прервала? Я уже довольно взрослая. Давай пробовать коньяк на 500 рублей, да? Коньяк, который 7 лет или 5 лет стоял в бочке и стоит столько, сколько хорошая водка, для меня всегда удивляют эти производители. Ребята, неужели вы такие крутые, что можете позволить себе 5 лет держать продукт в бочке, а потом продавать его по цене водки? Может быть, вы будете выпускать водку гораздо эффективнее. Перегнал, с водой смешал, через фильтры прогнал, и вот она. Ну, а ты только капельки добавил. Что-что? А ты уже? Ты не перепутываешь? Нет, 7 у меня в левой руке. Я у вас забрала, и он меня в левой руке. Ну да. У меня 7. И у меня в левой руке 7. И 7 менее. Вот что, начали бухать съемок. Что значит до съемок? До съемок мы не бухали. До этих съемок, да. Мы во время. Ну, тем не менее, 7 пахнет лучше. Ну да. Хуже, чем вообще, но лучше между собой. Хуже, чем вообще оно пахнет. Тебе вот это весь Сау-Пи понравилось? Ну, мне вот по сравнению с вот этим, наоборот, мне понравилось Иксо. Вот я про то и говорю. Вот 7 пахнет лучше. А, это 7. А это 5. Да, это 5. Как они уверяют. Весь Сау-Пи написали они на французский манер. Типа мы, ребята, все-таки немножко в культуре французской ближе. Слушайте, мне кажется, дорогие мои друзья, текст, который здесь написан, что для... Мы считаем, что знакомиться с нашим продуктом надо никогда не поздно, но и никогда не рано. То есть вообще... Никогда не вовремя. Никогда не вовремя, да. Если сказать, что это коньяк, если, как бы, ну, совесть производителей, это личное мое мнение, повторюсь, личное мое мнение, позволяете писать на этой бутылке слово коньяк, то я, наверное... То есть это вот город Красногорск, какая-то там... Ну, если они заявляют, что это коньяк. Мы до этого продегустировали, как ты бери. Скажу честно, если бы мы сравнивали сейчас, вот эта вся линейка была бы, мы сказали, блин, как ты бери, браво! Оно больше похоже на коньяк. Давайте с семерочки начнем. Вот эта семерка, ну, которая иксо. Слово иксо, блин, ладно, давай. Там еще написано, запрещено для использования в скучных компаниях. Ну, нам это не грозит. Нам это не грозит, ребята. У нас компания не скучная. Сладкая водка. Водка, в которую добавили сахара. Мое... Да? И даже сахара мало. И сахара мало. Ну, я не знаю. Печальное зрелище. Тот, кто, наверное, вообще никогда не пил коньяк, даже кизлярский, может, наверное... Да, это ужасно. Это ужасно, да. Это вот это. Так, ну, давай, 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 давай мандаринка новогодний. Мандаринка. Ты меня называла... Так песня была? Мандаринка, а только этого мало. Каскадер. Каскадер. А, вот мы с тобой каскадеры. Да. Каскадеры-дегустаторы. Все трюки выполнены самими актерами. Да, не повторяйте. Опасно для жизни. Вот он даже не чокаясь вот так вот. Так хотелось быстрее пригубить вкусности. На дегустациях, милые мои, не чокают. Но у нас же тут непросто. Мы с тобой дегустаторы. И интеллигентно. Ты представляешь, что это дегустаторы сидят тут? Если дегустаторы на конкурсах начинают чокаться, то дегустация превращается в пьянку. Мне кажется, этот же менее ужасный. Менее ужасный? Мне кажется, он не одинаковый. Ну, правда, честно, мы так скептически рассказывали про коктебели в предыдущем ролике, что все опознается в сравнении. Всегда есть что-то, что еще хуже. Правда, честно. Я не прям знаток, я себя не причисляю к супер-знатокам коньяков, но это вообще не коньяк. Никогда не думала, что это скажу. Тем более... Слушай, ну, если разница... Понимаешь, разница в цене в бутылке, по-моему, 20 рублей. 7 лет и 5 лет. 2 года. 20 рублей разница, да. Туда на 4 капли больше накапали какого-то... Ну, вот просто нормальный, нормальный разумный человек, который нормально может рассуждать, подходя к витрине с водкой, видит водку за 500 рублей. И это не самая хорошая водка, я вам скажу. И подходит к коньякам, которые видят 0,5, за тоже за 500 рублей. Логичный вопрос. Если вы производите 5 лет, этот продукт держали в бочке. Ну, я больше не буду продолжать. Вообще непонятно, кто это и что это, да? То есть это ноунейм какой-то. Новый бренд, да-да-да. Они постоянно как-то будут появляться. Коктебель, хотя бы... Все равно, вот вы говорили, что он меня не на слуху. Я знаю, что Коктебель делает коньяки. И вообще там есть какое-то производство. Там растет виноград, там делают венок. Да, в Коктебеле в Крыму. А это вот что-то вообще нонсенс какой-то. Это, наверное, Старомосква. Нет, Красногорск. Слушай, фу, это вообще вот это вот... Вот стыдно. Ребята, ну, честно говоря, конечно, вы хотели бы... Как лучше. А получилось... Как всегда. Нет, не как всегда, еще хуже, чем как всегда. Люся, здесь 7 лет коньяку, здесь коньяку 5 лет. Я предлагаю нам сейчас... Выпьем коньяк, которому 2 года. 2 года? Угу. Да? Ну, не знаю. Да. Не, я как бы никогда не отказываюсь, я всегда соглашаюсь, поэтому... А-а-а, ну, коньяк. Этот коньяк, как заявляют зарубежные партнеры... Европейские. Европейские партнеры, да. Веска всего, да. Всего 2 года. Понимаешь? Ну, почему-то она стоит. Ну, потому что она, на самом деле... Мяуков. Мяуков, да. Мы пили его уже с вами. Мы с тобой пили, мы об этом снимали ролики, и поэтому ты, наверное, забыла как... Конечно, забыла. И мы сейчас попробуем вот этот коньяк с пантерой, который тут прыгает... Кошка. Который стоит в сколько раз дороже, чем... Ну, в 2-3. В 2? Что, это 1000 рублей стоит? Ну, я не помню, конечно. Я же покупал в те еще времена этот литр. А, литр. В те далекие-далекие добрые времена, когда доллар стоил. Еще давай литр. Да, типа ароматики. Люся, а ты знаешь, наверное, в чем проблема? Вот на хрена они выдерживают 7 лет? Надо держать 2 года, и получится вот такое... А смотря что держать и в чем держать, я еще думаю, да? Нет, ну, смотря что держать, где держать, в каких бочках, в каком месте. Ну, да. Комментарии вообще излишни. Нет, дорогие наши производители, наши отечественные, не стремитесь к длительным выдержкам. Зачем вам 7 лет выдержать? А я не думаю, что они прям 7 лет держали, написать... А мы давай, тихо, давай представим, что мы им доверяем. Что они действительно держали 7 лет, это 5 лет. Они мучились и ждали, когда их коньяк созреет, когда постареет, наберется мудрости, вкуса и ароматики. И французы, они же дебилы, они еще 2 года, и все, на, типа, и почему-то так получается с этим по-другому. Ну, а вот теперь чокнемся, потому что наша дегустация начинает медленно... Даже как-то обидно, между прочим. За что? За державу. За державу. Ну, я не знаю даже, что говорить, да? Это, конечно, небо и земля. Вот просто, я не знаю, конечно, к чему я взываю, и все-таки к некой справедливости, но если здесь 2 года, ну почему это так вкусно, ароматно, так здорово пахнет? Это почему... Так как пьется, и не хочется это все... Да, это хочется пить, это питка, это приятно, это здорово. Почему 2-летний коньяк, ну, сделан, и ваш 7-летний, который вы заявляете... То есть вы решили немножко подсластить пилюлю, да? Я? Нет, я просто хотел сказать, что, что больше... Там вообще вон 11 лет они пишут, понимаешь? Ну, и вы там демене... Да в 11 лет, если бы настоящий 11-летний, мы бы его с бутылкой съели бы за 1000 рублей. Если бы он был 11-летний... 11-летний французский коньяк будет стоить, ну, явно больше 10 тысяч, сразу же. Ой, я не хочу об этом рассуждать, мне все время как-то обидно и больно, почему-то все время наши производители хотят нас, россиян... Это мое мнение, повторяюсь, мое мнение, на что не предназначено, хотят нас обмануть. Они говорят, вот это вот 7 лет мы удерживали. Я вам не верю. А еще обидно, наверное, за что-то более там на высоком уровне законодательства, почему-то. Вот на этом нам разрешили написать российский коньяк. А, это принятый закон, закон принятый. Дискредитировав вот это название, да? Нет. Потому что, ну, есть же российские коньяки более, гораздо более высокого какого-то там уровня. Люсь, дорогая, многое часто бывает несправедливо в нашей жизни, но для этого и существует канал «Морсклуб», который показывает вам всю сторону и той медали, и этой. И мы можем разделить и понять. Вот скажи, его еще хочется. Есть такое слово, мне нравится, питкость. Мне оно напоминает другое слово. Какое? Ну, давай-давай-давай-давай. Нет, расскажи, и нашим зрителям интересно. Сказала, а, говори, и б. Оно нехорошее, матерешинное. Матерешинное? Мата, давай. Давай, я пропикаюсь. Я первый раз в жизни услышала, когда читала какую-то иностранную публикацию, и там, значит, одна женщина, которая... Нет, конечно же, нет. Поэтому я это слово сейчас, возможно, произнесу. И она была в шоке от того, что когда она приехала в Америку, и заметила такое вот очень странное, ну, как бы все наоборот, чем у нас. Что у нас-то, как бы, женщины себе ищут мужчину, и, как бы... А там все наоборот. Она говорит, что там каждая женщина на вес золота. И она говорит, сидит такая, вот она вот пишет прям свои впечатления, она говорит, вот сидит такая вся. Русская женщина пишет. Наша русская женщина устроилась на работу. В Америке. В Америке. Я уже даже, это не важно, кем. Да, ладно. Ну, в каком-то офисе. Ладно. Она говорит, что мужики, там что-то между собой договариваются, как вот, вот, как приготовить там какой-то кекс. Я хочу пригласить вот эту. И они все в надежде, что она им даст. А она пишет, наша русская женщина сидит и пишет, говорит, а я смотрю на нее, она вся такая лохматая. И, в общем-то, совершенно неебабельная. Я несколько раз это слово перечитала, прежде чем поняла. И причем это было в какой-то... Это женщина пишет о женщине. Это женщина пишет о женщине, что по ее мнению она совершенно вот не это слово. И она говорит, я в шоке, у нас такие умницы, красавицы, все такие подтянутые, ухоженные, рукодельницы. Они там все делают, приготовят. Мужика этого несчастного заманят к себе, а он еще подумает, блин, вообще делать это или не делать. Или вообще домой пойти. А выпить есть, как в нашем русском анекдоте, да? В каком? Ну, когда женщина все-таки заманила к себе мужика и сидит и думает, ну вот сейчас, сейчас. Одного привела, он говорит, ну, давай выпьем. Выпил, говорит, пойду я домой. Но она на следующий раз еще больше наготовила, еще более сексуальное, там, пеньюар надела. Он опять сидел, сидел, пил, пил и говорит, пойду я что-то спать захотелось, пойду я домой. Опять у нее ничего не получилось. Она уже, будучи в таком состоянии, что, ну, что же делать, как это слово не могу подобрать, выглядывает в окно и кричит, господи, да есть тут хоть один мужик. И снизу, с низшего этажа такой голос, а что, выпить есть? То есть, это вот так, да, у нас? Мужики приходят всегда. А там, значит, они борются за этих женщин, за их внимание. Бабы могут себе позволить ходить совершенно не накрашенные, совершенно там, без какого-то... И не накрашенные, ты и накрашенные. Не и бабельные. А они их все равно вот хотят, они говорят, мужики думают, как скинуть лишний вес, как там что-то приготовить. Вот я хочу приготовить курицу там какую-то и пригласить вот эту Джейн там к себе. И они между собой это обсуждают, они спрашивают, кто в какой ходит фитнес-зал. Вот все, говорит, с точностью до наоборот, чем у нас. У нас-то все... Женщины там делятся какими-то рецептами и все остальное, да? И вот это вот меня настолько поразило это слово. Ведь можно говорить ухоженная, неухоженная, глупая, умная, красивая, там, какая угодно. А вот это слово, оно вот как апофеоз, оно вмещает в себя все. Все, ебабельно или не ебабельно. Все, правда же? Ты меня спрашиваешь? Нет? Ну я вас спрашиваю как мужчина. Я женат и сейчас шли в браке. Да при чем тут это, я имею в виду, как говорит мой муж, если я на диете, я что, не могу прочитать меню? Нет, ну я же не могу сказать в отношении к тебе это слово. Да при чем тут я, я говорю вообще... А ты что, не женщина? Это слово можно применить как вот обобщающий образ женщины. И в данном случае ты его предъявила к коньяку. Нет, вы сказали питибельно или как там? Пит... Пикапельно и не... Господи, это слово мне вот навеяло то, хотя это совершенно не связано. Питка или не питка? Питка, а то ебабельно. Ну в принципе, да. Есть какая-то аналогия? Теперь я буду все время говорить питка или не питка, я буду сегодня сказать ебательное или не ебабельно. Смотрибельно, несмотрибельно, кстати, это тоже... Трахательное или не трахательное? Нет, это другое. Почему? Фу? Это фу. Трахательное, фу? Ну почему там все мозг? Я, кстати, у меня есть на канале... А занимаются ли? Нет, у меня есть на канале ролик, который как слово трахнуть превратилось в секс. Раньше на Руси ролик есть такой на канале, где я рассуждаю. О том, что даже вот есть старые русские фильмы, где говорят, пойдем трахнем помаленько. Да. То есть слово трахнуть раньше всегда в Руси было выпить. Потом почему-то, может быть именно потому, что пошлое отношение к женщинам, слово трахнуть перерастило в секс. Потому что они как выпьют, так им сросло. Да, да, да. То есть вот это, как это задорно, исследователи слов, да, почему-то слово выпить переросло в слово трахнуть. Ну в смысле чпохнуть, переспать и заняться сексом. То есть раньше на Руси слово... Давай попрахаемся... Да, да, да. Да это какой раньше Руси, если это еще в моем детстве было даже. Детство моего. Чистые глазенки. Ну отец мой мог сказать трахнем помаленько. Вот. Дорогие друзья, пейте меньше, пейте отец, наберегите себя, а не наших близких и не бухать. Пейте качественное. Да. Вкусное и то, которое просто доставляет удовольствие, а не для результата. Не опьянения ради. Да, не опьянения ради. Приглашай себе красивую девушку, которая следит за собой тщательно, ежедневно, постоянно ходит в фитнес-клубы, да, 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 делает ежедневно макияжи. Не покупайте коньяки, где слово коньяк написано латиницей, и будет вам счастье. Интересно, да. И никто вам не откажет. Да. Пожелаешь, что-нибудь ролик выйдет в 31 числа? Я желаю в новом году, чтобы весь ужас предыдущего года, который мы пережили всей страной, да, всем миром, что уж тут говорить, что уж тут каким-то образом закончился. Не хватает фантазии себе представить, как это может случиться. Но я думаю, что такое есть. Господи, помоги нам всем, чтобы это все закончилось, и все были живы, здоровы, и все мальчики были дома, папы, сыновья, братья. Чтобы все вернулись, и чтобы мы все любили друг друга, и был мир. Люся, я проследился. Вот этого пожелаю всем. Все, спасибо, друзья. Пока. Ну, а мы наш домный вечер продолжим, дабы моя жена в командировке и ее муж тоже, и вдруг у нас что-нибудь получится. Пока. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok